Друзья, я вас приветствую на канале о сложном просто. Меня зовут Сергей. Сегодня я снова буду отвечать на ваши вопросы. На сегодня их немного, но они достаточно интересны. Особенно второй. Так, ну давайте переключаться на первый вопрос и начнем. Итак, вопрос номер 266. Этот вопрос на сегодня первый. Звучит и следующим образом. Как можно создать приложение для Linux с графическим интерфейсом? Ну, надо сказать, я уже какое-то время назад задумался над этим вопросом и провел некоторые исследования и даже изложил их в своей статье в своем блоге. И, надо сказать, что не так много, как оказывается, вариантов, но давайте постепенно и по порядку. Итак, есть такая штука, называется Avalonia. Это кросс-платформенный фреймворк пользовательского интерфейса для .NET. Кросс-платформенный, значит, он прозревает и Windows, и Linux, и MacOS на самом деле. Собственно, Avalonia это уже такая зрелая система, готовая к производству, так называемый production. И у них также есть поддержка, ну, она очень пока бета была на тот вариант, когда я смотрел iOS и Android. Ну, на разных стадиях еще Waze, ну, то есть WebAssembly поддерживалась. Неплохая штука, очень похожая на DPF. Ну, прям круто. В общем, и в целом можно отметить еще и такую платформу, которая называется Uno. Да, это еще один вариант писать под Linux, используя C Sharp. Эта платформа, собственно говоря, тоже достаточно зрелая, и про нее, собственно говоря, сам разработчик пишет, что эта платформа с открытым исходным кодом для создания приложений с одной кодовой базой для Windows, Android, WebAssembly, MacOS и Linux. В общем, тоже настоятельно рекомендую ознакомиться как минимум с обоими. У каждого из них есть плюсы, есть, ну, как бы и минусы на самом деле, то есть от этого как бы никуда не деться. Ну, и в какой-то момент, когда я писал эту статью, я подумал, что MyUI будет такая штука, которая тоже позволит делать те же самые штуки. На самом деле, MyUI это, по большому счету, большая-большая альтернатива за Marine Forms. И надо ответить честно, на Linux под MyUI писать невозможно, но зато можно писать под, собственно говоря, Android, iOS, MacOS, ну и Windows. Да, можно, но под Linux, собственно говоря, нельзя. И вряд ли эта поддержка в будущем появится, насколько я понял. Поэтому MyUI выкидываем и возвращаемся к еще одному варианту, который, в общем-то, решает такое понятие, как писать клиента под Linux. Веб-разработка включает в себя уже так называемое клиентское приложение, которое называется браузер, оно работает, неважно в какой системе. То есть, в общем, наверное, было бы правильным порекомендовать посмотреть и в эту сторону, да. То есть, или писать клиента на GUI, так называемый, Graphical User Interface. А можно написать хороший веб-аппи. И надо сказать, что в последнее время, особенно в последнее время, с использованием современных там блейзеров и так далее, так далее, и фреймворки на JS, на самом деле, шагнули далеко вперед. И вот появилась уже такая серьезная поддержка MVVM, ну, MV, да, вот звездочка, так вот это скажу. По стандарту подходов, модульность широко приобрела популярность и в разработческих, для средах, для клиентских приложений, для библиотек, для JS. Я к тому, что можно и на вебе сделать теперь хорошее приложение, которое, так называемое, Rich, ну, то есть, богатое пользовательским интерфейсом. Если говорить про блейзер, то тут вообще, собственно говоря, вон даже, по большому счету, и JavaScript, ну, почти не потребуется, да. То есть, сказать, что без него совсем можно обойтись, в зависимости от случая, который будете использовать. Ну, в общем, веб-разработка, она, как бы, ну, такая далеко уже шагнувшая, можно, собственно, особенно веб-ассембле, то есть, эта штука позволяет устанавливаться в приложение, то есть, тот же самый UI, но только он будет подсоединен, как клиент, к вашему API-серверу, к вашей микросервисной, например, системе. Полезно посмотреть все варианты, я бы рекомендовал все-таки веб, потому что это долгосрочная перспектива, и вы, собственно, не зависите ни от кого. У вас все будет в вебе, а значит, в облаке, а значит, и на Windows можно положить, на IS, и на Linux положить, например, там, Nginx. В общем, смотрите, думайте, вот такой вот ответ. Ну, и, например, надо сказать, вот этот вопрос мне очень понравился. Как вы публикуете Windows-приложения, если они у вас есть? Вот, как пользователи могут понять, что нужно обновить приложение? Друзья, тут, на самом деле, такая штука, что совершенно недавно у меня появилось такое приложение, которое Windows-приложение. Это фреймворк, который называется Commandex, и суть сводится к тому, что это Shell-оболочка, которая может запускать какие-то плагины, которые, собственно, могут делаться тоже на DAPI-приложении, как Library, ну, то есть, как Либо, так, как Daily. И, да, его действительно нужно публиковать, и, в общем, я в один момент задался таким вопросом, как же это, собственно говоря, можно сделать. Самый простой, который я помню, он назывался ClickOnce. Ну, это, на самом деле, очень старинное, это можно так выразиться, приложение, позволяющее делать инсталляционные пакеты для ваших программ. И оно начиналось еще с платформы Net Framework, потом появился .NET Core, и оно, как бы, перестало работать, ну, не стали поддерживать. Потом, в какой-то момент, снова включили его в поддержку, но заработала ClickOnce, в общем, заработала. И, собственно, все сводилось к тому, что я начал пробовать. ClickOnce – это такая технология Microsoft, которая развертывает приложения. Я Framework дал WPF, ну, Windows Presentation Foundation и WinForm, в том, что как раз мне и нужно было. Но, в общем, в целом, это у меня не сработало. Я потом начал смотреть Wix. Это тоже такая штука, которая позволяет установщики создавать. Ну, такая, знаете, пока немножко платная, немножко бесплатная. Все, что хорошее, вкусное, оно, естественно, как вы понимаете, не в бесплатной версии. Потом я вспомнил про InstallShield, это такая была система инсталляторов. Я еще помню, что использовал ее на Borland Delphi, то есть под Windows создавалось приложение, которое устанавливало нужные штуки, ну, в смысле, нужные дейлельки в нужные места и нужные файлы копировало куда надо. Ну, в общем, все так или иначе установщики работают подобным образом. Более того, она потом сильно много преображалась. Компанию продали, она поменяла название. Да, FlexWare, Flexera, да, я не назвал. Там еще, по-моему, было какое-то название, я, видимо, опечатался. Другое было название, не помню, по-моему, где-то я видел, но не важно. Суть сводится к тому, что и это тоже, собственно, не сработало. Так или иначе, все, оно немножко платное получается. Потом я вспомнил про NullSops, криптовалл-инсталл-систем, которое позволяет также устанавливать, то есть создавать такие инсталляторы, которые распаковываются, так сказать, в нужное место и при удалении то, что нужно было удалить, удаляет. Собственно, суть сводилась к тому, что здесь использовали скрипты. В общем и в целом эта штука, ну, в общем, если вы не знаете скрипты, она достаточно сложная. И вот для того, чтобы сделать инсталлятор, изучать новые скрипты, которые не такие, как везде, а они специально для Install System, то есть NSYS, в общем, эта штука плохо сработала. И надо сказать, что, ой, что я только не посмотрел. Есть такая штука Install Aware, и она тоже, как бы, делает то же самое, но, опять же, есть платная версия, есть бесплатная. В общем, не получилось у меня. Ну, и возникает вопрос, на чем же я остановился. Друзья, вам рады представитьесь, какая штука называется VeloPack. Такая прям супер-рулезная штука. Это наследник, даже не так, смотрите, есть понятие Click Ones. Вообще, как оно работает? Click Ones, это, в общем, запускаете приложение, и потом оно автоматически обновляется при старте. Она читает обновление, устанавливает его, и при следующем, при загрузке проекта, приложения, оно уже является новым. Это очень простая штука, когда буквально там одним файлом кликаете, вы можете положить, допустим, на веб-сервер, инсталляшку, она запустится с веб-сервера, и будет потом на нем проверять приложение. Так вот, Click Ones, он все классно, ну, кроме того, что он просто не работает. Вот, после него появилась другая альтернатива, и она, по-моему, Squirrel, что-то такое вот. И там было все лучшее, все, что взяли от, собственно говоря, от самого Click Ones. Ну, она тоже в какой-то момент потерялась, и, в общем, в целом, вот это вот VeloPack, это такой, как бы, наследник, если так можно выразиться, тех вот самых Click Ones и Squirrel, в которые, в общем, перерос такой фреймборд. Суть его очень простая. Во-первых, он кроссплатформен, и он поддерживает разные языки, ну, C-Sharp в том числе, Rust, JS, C++, и, более того, планируется поддержка еще Java, Python, Swift и Go, собственно, для того, чтобы можно было быстро установить, и какие еще плюсы в этом есть. Опять же, все работает по образу подобной, как Click Ones, то есть, один раз установили, при каждом последующем старте приложения проверяется наличие обновлений, ну, и установка, на самом деле, простая, и описание есть достаточно прям читабельно, да, то есть, обычно есть какая-нибудь утилита хорошая, но пока с ней разберешься, нужно потратить достаточно большое времени, а тут прямо описано, берешь и делаешь. И, собственно, сам процесс создания вот этого пакета установочного, он очень прост. Ну, во-первых, вам в проект нужно установить велопак. Это такая штука, которая, как дейлелька устанавливается в ваше приложение, она умеет, ну, при определенных буквах, при наличии определенных букв в вашем приложении, проверить обновление вашего приложения. Ну, помимо такого велопака, то есть, ну, гид-пакета в конкретном приложении, нужно установить и вот такой ВПК, да, это пакет, который ставится глобально, dotnet tool, который позволяет потом собирать проект, но это чуть позже. После того, как вы установили в приложение проект, в смысле, в приложение установили в велопак, вам нужно написать одну строчку при старте приложения, выглядит она вот так, велопак, build, run, и все. И, в общем-то, и забыть про то, что там у вас, собственно говоря, какие-то дополнительные предложения есть или нужны для того, чтобы проверить, что ваше приложение работает, что оно собираться будет в сборку. Суть сводится к тому, что здесь во время билда, ну, то есть, build.run, вот здесь расширяемые всякие возможности, вы можете перехватить первый старт приложения, вы можете перехватить обновление приложения, удаление приложения и, соответственно, выполнить нужные вам манипуляции. Например, удалить дополнительные файлы или там отправить мыло, если хотите, и так далее, и тому подобное. После того, как вы проделали все вот эти штуки, вам потребуется сделать метод, который прям я скопировал и вставил, выглядит вот таким вот образом. Вам нужно просто сказать в строчке Update Manager указать, куда приложение должно обратиться, чтобы просмотреть ваши обновления. И это, собственно, все. То есть, ставить этот метод, ну, естественно, нужно где-то вызвать, обычно где-нибудь там в начале приложения, ну, или по кнопке, если хотите, чтобы была проверка. Суть сводится к тому, что помимо того, что она проверит обновления, есть или нет, она их может еще и загрузить, предпоследняя строчка Download, Update, или даже применить их установку, если хотите. Полезная штука, простая, да безобразная. Ну, и как, собственно говоря, в итоге, как собрать это приложение? Буквально две строчки. Ну, первую, вы знаете, это строчка .NET Publish, конфигурации Release, Self-Contained, Windows 64, в папку Publish. И вторая строчка, это WPK, тот самый пакет, который Tools для .NET, Update, в смысле, Your App ID, ну, по большому счету, это название вашего приложения. P, это Publish, это какую папку это Publish, и название вашего экзешника, которым есть вот это вот Velopack Build Run. Все, и эта штука проскочит и соберет ваше приложение в пакет. Причем, самое смешное, что этот Velopack использует Nugget пакет, потому что на выходе у вас появится вот такая конфигурация, помимо того, что она Portable, обратите внимание, что есть еще такое понятие, как, давайте я прям покажу, есть вот так вот, давайте покажу. Вот, есть сетап, который может быть, допустим, для загрузки где-то, да, находиться в каком-то файле, там, я не знаю, в каком-то вебе, и, собственно говоря, есть такое понятие, как Portable, и вот он, тот самый Nugget пакет, который, по большому счету, содержит ваше приложение. Более того, приложение Velopack, вот этот вот, фреймворк, наверное, пора сказать, оно умеет делать не просто full пакеты, а еще итеративные изменения. То есть, тогда пользователю будет очень быстро ставиться маленькие изменения, которые были. Ну и, собственно, есть некоторые еще нюансы, в которых там вописный релизы, по-моему, для предыдущих версий, для совместимости, но это как бы тоже есть. И, собственно, дальше в приложении нужно понимать, что у вас появляются дополнительные возможности, которые просто собирают ваше приложение. Естественно, эти две калады строки можно поставить в какой-нибудь там автор билд, и будет собираться автоматически. Либо это можно поставить в ICD, когда на Continuous Integration встроится этот Nugget пакет, и будет доступен, например, на GitHub для загрузок. Такая полезная штука. Ну и надо сказать про то, какие плюсы или, так сказать, фишечки есть у этого Velopack. Ну, во-первых, в Background Update он не мешает обновлению, то есть обновляет приложение, фоном что-то там дергает и загружает, при этом ваше приложение как работало, так работает. Delta Updates – это когда изменения, как я сказал, уже инкрементируются там небольшими пакетами, и они прям достанавливаются, и за всем этим следить Velopack от вас. One Click Installer, собственно, как раз один раз установили, и все, и дальше только используйте, используйте, используйте. Прям супер классная штука. Есть также такое понятие, как Code Signing, это вот подписание кода, если у вас есть сертификат разработчика, купленный официально, то вы можете подписать, то есть это гарантирует, что приложение именно ваше, и оно не подменено, и так далее, и тому подобное. Ну и Zero Setup Packaging – это вот та штука, которая позволяет, в общем, тоже такая фишечка полезная. Я думаю, что, собственно говоря, описание вы найдете более подробное про каждую из этих фишечек, тем более, что достаточно проста и понятная, на самом деле, спецификация и документация на сайте velopack.io. Так что, welcome. Дальше. Я думаю, что на вопрос я ответил, и, в общем, есть такой же вопрос, почему вы предпочитаете Visual Studio вместо Rider? Ну, этот вопрос пришел на Boosty, там есть возможность тоже задавать вопросы. Я ответил очень просто, когда появился... Ну, смотрите, я когда-то делал статью на своем блоге, опять же, про Rider и Visual Studio, и сравнивал, чего не хватает в Rider. И со временем эта статья была даже изменена, потому что в Rider появлялись те штуки, которые в Visual Studio мне очень нравятся. Ну, например, там экспорт проектов, или там подключение к базе данных, есть там всякие разные фишечки, которые, в общем, так или иначе были в Visual Studio, и потом начали только появляться в Rider. Про что речь? Я на Visual Studio работаю с 2001 года, то есть очень-очень-очень давно, когда практически вышла там .NET, по-моему, первая версия, или 1.1, я уже не помню, по-моему, только первая вышла. И Visual Studio тогда превратилась в Visual Studio.NET, и вышла на 2001 году, и вот тогда я первый раз его установил. То есть это, получается, сколько? 24 года назад, не считая про все остальные года до этого, которые я писал вот на Delphi, и так далее. То есть, если говорить про Rider, то он вышел, по-моему, в 2017 году, вот насколько я так помню, то есть через 16 лет. Ну и представьте, что Visual Studio я уже проработал там много, да, 16-15 лет, и, собственно говоря, я его просто хорошо знаю, мне нравится она, да, бывает там деланцы, но я ее хорошо знаю, я умею пользоваться, я знаю почти все инструменты, и мне она более подручно, радужком и близко. Ну и, собственно говоря, есть бесплатный вариант, который называется Visual Studio Community. Ну а самое-самое смешное, это сегодня вышла новость, мне опять же приставили по каналу Boosty, спасибо большое. Мне сказали, что JetBrains свой, собственно говоря, Rider сделал тоже бесплатный для разработчиков, ну то есть для предприятий, организаций, также сохраняется лицензия, а вот для разработчиков, так сказать, для домашнего использования можно загрузить Rider бесплатно. Это, на самом деле, тоже хорошая новость, но это было тоже, как бы, одним из вариантов, почему, собственно говоря, Visual Studio. Вот, наверное, и все, мне, наверное, вам больше рассказать нечего, вам спасибо, что смотрите, всего доброго и пишите правильный код.